Доброе утро! Встречаем новый рабочий день вместе с выпуском новостей на телеканале Катунь24. 19 педагогов Алтайского края получат федеральную премию за достижения в профессии. Это 200 тысяч рублей. Премию педагоги получат ко дню учителя. В этом году выплаты не облагаются налогом. Напомним, федеральную премию могут получить учителя со стажем не менее трех лет. А повторное участие в конкурсе возможно только через пять лет. Вакансии для инвалидов обновили в службе занятости населения. Таких для трудоустройства граждан с ограниченными возможностями здоровья около полутора тысяч. Самая востребованная профессия на рынке труда – вакансия педагога. Вторая – медработник. 56 специалистов на эту вакансию требуется работодателям. На третьем месте инженеры, техники и менеджеры. Открыто по 50 вакансий. Сейчас на ставке бухгалтеров, слесарей и водителей спрос небольшой. Кстати, тех, кто хочет освоить новые профессии, приглашают на бесплатное обучение в службу занятости населения. Здесь можно освоить вторую смежную или повысить квалификацию по уже имеющейся профессии. Такие услуги предоставляют гражданам без квалификации – тем, кому необходимо изменить профессию в связи с отсутствием работы, тем, у кого утрачена способность к выполнению работы по имеющейся квалификации. Найти работу помогает интерактивный портал по труду и занятости населения. Проверенные вакансии для граждан обновляются на портале ежемесячно – 1 и 15 числа. Значит ли, что меньше и лучше? Перейти на четырехдневную рабочую неделю – с таким предложением обратилась в Минтруд Федерация независимых профсоюзов России. Возможно ли это – расскажем в следующем сюжете. Меньше труда и больше отдыха. С инициативой перейти на четырехдневную рабочую неделю выступила Федерация независимых профсоюзов России. При этом размер зарплат предполагается сохранить в прежнем объеме. Сейчас этот вопрос прорабатывается в правительстве страны. К концу месяца Министерство труда России должно высказать свою позицию по переходу на четырехдневку. Здесь не надо торопиться. Здесь нужно действовать очень аккуратно, осторожно и взвешенно. Самое главное – взвешенно. Взвесить все «за» и «против». А здесь есть как ярые сторонники четырехдневки, так и ярые противники. Нужно прислушаться к работодателям. Что скажут работодатели? Понятно, у нас есть производства, у которых непрерывный цикл работы. Здесь просто это совсем другая история. Другая рабочая неделя, другой формат. Но, тем не менее, сегодня вопрос в стадии обсуждения. Но предприятиям необходимо сохранить, а еще лучше увеличить свою производительность. За счет того, что люди будут отдохнувшими. Вдобавок должна помочь цифровизация. Например, на одном из барнаульских предприятий уже внедряют высокие технологии. Но, тем не менее, пока не видят возможность перейти на четырехдневку. У нас не представляется возможным такой переход пока что. Но, тем не менее, ресурсы есть. И ресурсы эти будут высвобождены за счет применения роботов, за счет автоматизации процессов. Диджитализация, цифровая трансформация, автоматизация на первых этапах требуют не убрать человека полностью, а наоборот, добавить туда человеческих ресурсов, чтобы это внедрить. И процесс внедрения не происходит в течение недели или двух недель. Хоп, и мы такие всех выгнали. Абсолютно не так. Для сравнения, в Германии рабочая неделя длится от 35 до 40 часов, в Финляндии – 32-40. В Китае законом установлена 48-часовая неделя. Однако некоторые китайские корпорации трудятся с 9 утра до 9 вечера, 6 дней в неделю. В Минтруда России уже заявили, что по законодательству в стране 40-часовая неделя указана как максимум. Работодатель уже вправе сократить время. По данным ЦИОМ, 48% россиян эту идею не поддерживают, а согласились бы с сокращением рабочей недели 29%. Идея, думаю, это лучше будет. А для директоров, мне кажется, это минусом будет. Почему? Потому что работы, получается, меньше будет. Часов, получается, столько же рабочих будет. Но конкретно вы за или против? Я за, конечно. Было бы хорошо. Ну, это, конечно, очень хорошо, только что у нас этого не будет. Плохо. Почему? На три выходных это слишком много. Я думаю, что два выходных достаточно будет. А вы как? Ну, я думаю, хорошо. А почему? Ну, больше отдыхать, меньше работать. Это же хорошо. По данным российской газеты, Минтруд проведет эксперимент на 266 предприятиях страны. От результатов этого исследования во многом и будет зависеть, появится ли у россиян дополнительный выходной день, или же в нем нет необходимости. Вадим Слюсарев, Роман Хайрулин, Антон Червяков. Новости. На этом у меня все. Я передаю слово в студию «Утреннего канала». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова